Вопросы поддержки бизнеса обсуждаются на самом высоком уровне. С рабочим визитом в Щелкове побывали представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. С главой городского округа Андреем Булгаковым и президентом Щелковской ТПП Марией Тарасовой они познакомились с производственными возможностями нескольких предприятий. Производственный комплекс компании «Пластмасс Групп» открылся в Щелкове недавно, на площадях бывшей мебельной фабрики «Раникон». Здесь выпускают полимеры нового поколения, так называемые инженерные пластики, которые вытесняют устаревшие материалы и даже заменяют собой металл. Современные износостойкие композиты применяются в строительстве, медицине, электронике и других отраслях. Компания работает по программе импортозамещения. Раньше подобные полимеры покупали за рубежом, теперь, наоборот, продают их в Китай, Индию, Южную Корею и другие страны. Завод планирует расширять мощность и строит новый цех. В ассортименте компании как заготовки, трубы, прутки, листы, гранулят, детали по чертежам, так и готовые решения. Например, гостей больше всего заинтересовал искусственный лед. Идентичный натуральному, но пластиковый, при этом не требующий использования скользящей эмульсии. Таким льдом оборудуются хоккейные площадки. В таких пазлах собирается целое поле, там такое надо. У нас много уже площадок есть. Сегодня вот буквально мы отгрузили в Польшу, что-то около 300 квадратных метров. Много дома делают хоккеисты, бросковые зоны там себе устраивают и так далее, тренируются. Ну, он раз, наверное, 8 дешевле, чем нормальный лед. Предприятие совсем молодое, но на нем уже зарождаются династии. Семья Быковских переехала в Щелково и нашла работу на заводе Пластмассгрупп. Виталий работает оператором станков с ЧПУ. Дочь Катя, получив профессию химико-технолога, пришла сюда же лаборантом. Делаем этот искусственный лед для хоккейных площадок. Наша хоккейная сборная тренируется как раз на нем. Всякий разный, даже не сказать, очень разнообразный спектр. Я проверяю сырье, гранулят на влажность и осуществляю визуальный контроль качества. В ходе рабочего совещания обсудили вопросы взаимодействия торгово-промышленных палат и муниципальных властей в помощь бизнесу. Моя задача как главы поддерживать такие предприятия, которые на виду и в области, соответственно, делать все то, используя все те ресурсы, которые есть у руководителей. И тесное взаимодействие с торгово-промышленной палатой всех уровней. Мы являемся просто частью той командной работы с властями, с предприятиями, которые, не буду уже говорить на то, что мы, естественно, в рамках федеральных программ, национальных проектов действуем. Также представители торгово-промышленной палаты посетили Щелковский насосный завод «Эна», который разрабатывает и производит насосное оборудование. В этом заинтересованы нефтедобывающая отрасль, а также атомная химическая промышленность, Минобороны. Центробежными насосами, сделанными в Щелкове, оборудуются отечественные и зарубежные атомные станции, практически все корабли надводного флота России. Партнерами завода «Эна» являются компании «Лукоил», «Татнефть», «Сибур», «Газпром», «Росатом» и другие. Представители торгово-промышленной палаты РФ и насосного завода «Эна» в частности договорились о взаимодействии в вопросе подготовки специалистов для предприятия, а также о решении проблемы обновления устаревающего оборудования. Предприятие наше действующее, рабочее, заинтересовано в выпуске качественной продукции. Обсудили вопросы дальнейшего развития модернизации предприятия, есть действующие программы, в которых мы попробуем принять участие с коллегами торгово-промышленной палаты. Надеюсь, у нас получится, точки взаимодействия найдем. Компания «Щелково-Аграхим» в рекомендациях не нуждается. Она известна во многих странах и давно уже вышла за рамки производства химических средств защиты растений. Сегодня в холдинг входят несколько предприятий по всей стране, которые заняты производством семян, племенным животноводством и даже выпуском сельхозтехники. Строится завод в Узбекистане. Как отметил Дмитрий Курочкин, цель визита – выявить проблемы и оказать практическую помощь нашим предприятиям в части реализации инвестиционного и предпринимательского климата, задействуя все возможности системы торгово-промышленных палат. Это нужно даже самым сильным производствам. Часть из которых попросила помочь в организации финансовой и нефинансовой поддержки при реализации ряда инвестпроектов, в том числе используя возможности фонда развития промышленности, членом экспертного совета, которого я являюсь с момента его основания в 2015 году. Наметили дальнейшее взаимодействие и с торгово-промышленной палатой Российской Федерации, и с фондом развития промышленности. Это некая знаковая для нас встреча. Мы понимаем, что после таких встреч мы будем иметь возможность консолидировать государственные и частные инвестиции, и, конечно, помогать развитию нашей промышленности, как муниципалитета региона и страны в целом. Ирина Микеда, Мария Буржинская, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.